Одна из любимых тем разговоров для каждого – это обсуждение погоды. По данным метеостанции Славянского района, морозная погода, установившаяся сейчас, характерна для нашего января. В ближайшие дни ожидается незначительное повышение температуры, но усиление северо-восточного ветра до 14 метров в секунду не позволит почувствовать этого подъема от минус 17, минус 14 до минус 1, минус 6 градусов днем и минус 7, минус 12 ночью. Промерзание земли сегодня составляет 17 сантиметров. Что касается посевов озимых, то их на полях прикрывает снег толщиной 3 сантиметра. В ближайшие дни погода останется ясной, без осадков, со стабильно отрицательными температурами. В такую погоду важно помнить об одной из главных опасностей для жизни взрослых и детей – это замерзающие водоемы. Полностью реки Кубань и протока не встали. Открытая вода осталась как по берегам, так и в центре русла. Потому выход людей на реки невозможен. На внутренних водоемах со стоячей водой толщина льда составляет от 10 до 12 сантиметров. Как отмечает начальник управления по гражданской обороне предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Павел Анопченко, при такой толщине ледового покрова всё же сохраняется опасность провала. Весь лёд в стоячих водоемах покрыт снегом. И точно определить, какая толщина льда и как лёд себя ведёт под снежным покровом невозможно. По прогнозу краевого гидрометеоцентра, низкие температуры до 16-18 градусов в ночное время и до 8-10 градусов мороза в дневное время сохранятся вплоть до утра пятницы. Начиная с пятницы 3 февраля начнётся медленный подъём увеличения температуры. И уже в воскресный день и далее будут плюсовые температуры, начнёт лёд таять, уменьшаться. Поэтому угроза проваливания под лёд существует и в этот период. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok